всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать кмс wordpress урок номер 12 в этом уроке я хочу поговорить о seo внутренней перелинковки сайта что это такое с чем это едят почему вообще я затрагиваю темы seo на начальном этапе изучения wordpress а дело все в том что пока мы изучаем wordpress вы можете уже наполнять сайт рабочими статьями и на протяжении всего курса создать достаточно много статей и некоторые нюансы seo могут быть связаны с этим чтобы потом нам не пришлось пользоваться рутиной работы и лазить в каждую статью и доделывать какие-то важные нюансы касательно seo seo перелинковка это по сути как бы ссылающийся статья на какую-то другую статью на том же сайте то есть внутренняя перелинковка каждая статья ссылается на какую-то другую статью и каждая статья должна ссылаться еще на главную почему это зачем это в этом уроке объясняю те кто уже давно ведут блок на wordpress и не знают о seo перелинковки хотят это применять им конечно же придется подключать специальный плагин который в автоматическом режиме во всех статьях нужные запросы ключевые будет выделять ссылкой но такие плагины как правило могут нагружать наш сайт мы стремимся к тому чтобы минимизировать количество плагинов на нашем движке wordpress чтобы наш сайт очень быстро летал если конечно вы не владелец собственного очень быстрого сервера что вы можете в принципе себе позволить расположение всевозможных плагинов то сейчас речь идет именно тех людей которые используют обычный хостинг недорогой и при этом чтобы сайт хорошо быстро грузился то есть если у вас уже 1000 статей вам будет проблематично в каждую зайти да и поставить нужную ссылку на ключевую какую-то фразу которая будет вести например на другую вашу статью на том же сайте в первое зачем это нужно да зачем нам ссылаться какими-то ключевыми запросами на другие наши страницы но самое первое это нужно делать конечно же для пользователей если ваш тематический сайт например про рецепты то волей-неволей в вашем тексте возможно будет встречаться какие-то ключевые фразы о которых вы уже написали ранее статьи конечно будет целесообразно вашем тексте статьи например у вас там будет рецепт грибной суп например как это сделать до вариации или или ваш как вы это делаете но на самом деле вы пишете там что-то другое о грибах да но другая статья как сделать суп грибной суп у вас уже такая статья есть и это ключевую фразу вас встречается в другой статье да будет правильно повесить прямо на ключевую фразу в этой статье ссылку то есть вы пишете о каких-то грибах и ссылаетесь из этой статьи на грибной суп потому что там есть ключевая фраза это может заинтересовать ваших пользователей то есть наша задача сделать так чтобы человек который пришел с интернета на наш сайт как можно дольше остался на нашем сайте это называется поведенческие факторы есть такое понятие если человек пришел на ваш сайт с интернета и провел у него меньше минуты и ушел закрыл сайт и причем не просто его закрыл а пошел дальше искать по тому же запросу например в яндексе значит он не нашел ответа на вашем сайте на свой вопрос это очень плохо скажется на ваш сайт это все видит поисковая система яндекс и конечно же за такое ну может быть фильтров не наложит каких-то санкций да но может понизить выдачи очень сильно понизить выдачи поэтому нам нужно это избежать нам нужно чтобы человек как можно дольше проводил на сайте как отслеживать этот другой вопрос например счетчик можно поставить live интернет счетчик то есть это аналитика да и там можно видеть в самой аналитики то есть когда сайт запущен в интернете уже какие-то там уже недели прошли уже если посещаемость какая то есть на сайте то мы можем зайти в аналитику там видеть сколько в среднем люди проводят на сайте и вот там будет средний показатель если больше минуту это уже хорошо соответственно если у вас есть на каждое ключевое слово какая-то другая статья и вы в этой статье ссылаетесь на все ваши статьи ключевыми словами из другой статьи соответственно повышается поводить поведенческий фактор человек перешел на другую статью потом на другую ну например в это все заинтересовало все читает смотрит соответственно он дольше находится на вашем сайте это то к чему нужно стремиться это что касается с точки зрения поведенческого фактора с точки зрения вообще людей потому что изначально сайт мы делаем для людей да разговор о заработке сайта идет уже позже то есть нам нужно сначала стать популярными в интернете пока у нас там 500 человек в сутки заходят или в неделю 500 сутки это уже круто да мы толком не заработаем конечно смотря что мы делаем уже если мы продаем какие-то курсы 500 человек сутки заходят это уже неплохой результат если это продажи с рекламы то 500 человек сутки это мало но сейчас я немножко отвлекся на рекламу давайте продолжим разговор о ссылках теперь что касается с точки зрения seo и веса страницы смотрите когда страт ваша статья ссылается на другую вашу статью она передает такой некий вес свой вес и когда у нас грубо говоря тысяча статей и все эти статьи по многу раз там ссылаются друг на друга таким образом передается вес страницы и с каждой статьи если ссылка на главную нашу страницу то весь этот вес передается главной странице есть такое понятие в интернете чем тяжелее наш сайт тем лучше с точки зрения seo это значит что это маленькая песчинка того маленькая доля что мы будем находиться ближе в топ-10 яндекса только благодаря того тому что мы вот это все будем учитывать это использовать то есть вот эту ссылочную перелинковку есть еще такое понятие как внешняя перелинковка то есть мы можем есть специальные сервисы которые продают ссылки то есть авторитетные сайты у которых большие показатели индекса цитирования и так далее на них на площадке они продают ссылки то есть в один раз платите деньги и покупайте ссылку этот сайт будет ссылаться на вас там конечно много нюансов сейчас я просто поверхностно пробегаюсь то есть такие ссылки покупают люди чтобы утяжелить свой сайт авторитетными сайтами то есть если они ссылаются они передают свой вес на ваш сайт таким образом ваш сайт глазах поисковиков становится авторитетным тут много нюансов опять же тот же сайт на котором вы покупаете ссылку он должен быть одной тематике поэтому пока вы начинаете только создавать блок сразу учитывайте если вы пишете статьи написали три статьи если они между собой как-то пересекаются обязательно поставьте между ними ссылок и сейчас я приведу пример чтобы вы лучше понимали как должна быть вообще выглядеть ссылочная перелинковка где посмотреть пример лучше идеальный пример ребят это википедия вы можете перейти в интернет и посмотреть посмотрите как здесь все устроено обратите внимание текст только начался смотрите видите это синие все ссылки то есть здесь идет речь о никола и плюс здесь в тексте просто встречаются видите ключевые фразы например франческо барбери не то есть другая есть статья целый про франческо барбери не и здесь упомянутом и здесь это ключевая фраза по сути это заголовок нашей статьи он здесь тексте встречается и это здесь сделано ссылкой то есть человек может кликнуть и перейти на другую страницу и будет уже информация именно об этом франческо то есть википедия это идеал ссылочный внутренние перелинковки seo перелинковки сайта ребят обязательно относитесь к этому серьезно и обязательно это используйте обязательно перейдите на сайт википедия и посмотрите как это примерно выглядит видите это все анкорные ссылки это не просто выделение каких-то слов это ключевые слова то есть смотрите у нас с вами есть демо запись и демо запись просто да то есть по сути две разные статьи но между собой они где-то пересекаются словами соответственно в демо записи 2 вы берете точное ключевое вхождение вот этой записи и проставляете например где-то здесь вот прямо в статье и делайте на нее ссылку и ссылайтесь на внутреннюю статью но будьте внимательны нельзя просто так в текст вставлять бездумно ключевые фразы это плохо будет сказываться на чтение в первую очередь мы должны отталкиваться от того что мы должны как бы угодить людям до который нас читают что у нас все хорошо все по полочкам то есть если вы никак не можете вставить ключевую фразу в эту статью но хотите ссылаться на данную статью то вы можете где-то внизу под статью написать также возможно вам будет интересна информация и потом вы вставляете ключевую фразу и делаете ее ссылкой то есть можно сделать так но если у вас ключевая фраза действительно здесь подходит в сам текст то есть он тут читается он здесь подходит то вы конечно же вставляете старайтесь вставлять ключевую запрос другой ваши статьи и делайте ссылка да то есть все просто вот выделяем технической стороны выглядит это так мы с вами уже проходили в том уроке то есть выделяем всю ключевую фразу выбираем ссылка выбираем настройки и вот здесь ищем нашу статью то есть это демо запись если здесь статьи не видно то вы пользуетесь вот здесь поиском и по ключевому фраз по ключевой фразе по заголовке статьи вы ищете вашу статью вот так как у меня всего три статьи я здесь вижу вот на демо записи я выбираю и не забываем обязательно делать открывать в новой вкладке ссылку добавить вот и сохраняемся то есть если мы сейчас на сайт с вами перейдем обновимся вот эта ссылка мы увидим если кликнем то в новой вкладке открывается статья почему надо делать новые вкладки потому что не закрывается основная статья по которой человек перешел с поисковика т.е. пока он тут читает пока эта страница открыта возможно он прочитал здесь он закрыл эту страницу эту страницу там может быть забыл закрыть и остался а вкладка открыта в браузере тем самым накручиваются поведенческие факторы то есть он как бы находится на эти не закрыв страницу вот такие моменты да обязательно делаем так как я вам сейчас это объяснил и если вы все-таки подзабыли там не понимаете как лучше сделать подсматриваясь по шпаргалку вот просто читайте статью и смотрите как здесь устроено погуляйте по ссылкам посмотрите как это здесь все устроено да ничего здесь сложного нет и конечно же стараемся не прибегать к плагинам потому что есть специальные плагины для внутренней seo перелинковки это точно будет скорее всего нагружать сайт поэтому мы стараемся сразу изначально пока мы начинаем только вести свой блок даже если мы еще находимся на локальном сервере но мы уже написали готовые рабочие статьи мы сразу делаем все все необходимое чтобы потом не тратить на это время вот и ну и старайтесь не делать какие-то левые слова там выглядело чтобы вас вот все все в ссылках да не надо тоже переборщить все хорошо в меру если у вас есть подобная информация о каком-то ключевой фразе из данной статьи то вы ссылаетесь на нее вначале когда вы написали две-три статьи возможно не будет ссылок ничего страшного в этом нет по мере роста ваших статей вы будете наращивать вот эту ссылочную перелинковку и конечно же где-то внизу в каждой статье оставляйте ссылку на главную страницу чтобы каждый вес страничке отдавался именно на главную страницу это очень важно еще я вас хотел предостеречь о всевозможных сервисах я уже немножко заговорил об этом есть такие сервисы по покупке там я не знаю тысячи ссылок сразу кучей или прогон по каталогам ни в коем случае ребят ни в коем случае не покупаем такие услуги это работало раньше можно было в 2009 году заплатить полторы тысячи рублей сервису они прогнали бы ваш сайт по каталогам то есть например сразу тысячи ссылок бы ссылалась на вас в течение там одного дня эти бы ссылки бы оставались раньше очень быстро можно было взлететь в топ яндекса потому что на нас ссылается много сайт яндекс и все поисковики научились это учитывать нужен естественный прирост ссылок то есть ни в коем случае не покупаем вот такие вот сервисы это называется ссылочный взрыв когда сразу много ссылок на нас ссылается поисковики это хорошо научились распознавать и ваш сайт пострадает обещаю вам он пострадает и вы навредите ему потом очень тяжело будет разбираться снимайте ссылки и писать жалобные письма яндекса и ждать когда ваш сайт возвратится на своей позиции выдачи которые например были раньше до того как вы купили вот эти ссылочные сервисы естественный прирост ссылки это имеется ввиду что человек увидел вашу статью на сайте она показалась очень полезной и он начал рекламу рекомендовать своим друзьям в социальных сетях где-то на форумах и одну ссылку оставил на вашу внутреннюю статью на какой-то пост вот она естественный просылок ну и соответственно покупать ссылки по несколько штук имеется ввиду платные да там но они дорогие там от 50 рублей даже да я покупал даже до 300 рублей за одну ссылку это очень дорого то есть чем круче сайт который вы покупаете ссылку тему дороже то есть понемногу если покупать такие ссылки это тоже как бы неестественные уже ссылки но если покупать их вот так поштучно то в этом в принципе ничего такого нет страшного можно и есть еще такое понятие как левые так сказать ссылки на сайте с которых уходит наш вес то есть смотрите например вот такая вот ссылка внутри в шаблоне до сайта работает на wordpress вот здесь мы внизу можем видеть когда наводим мышь на какую какой сайт он ссылается на wordpress.org когда мы сайт будем запускать все эти ссылки конечно же мы уничтожаем мы их уберем здесь нам это не нужно потому что с нашего сайта будет уходить вес вот на этот сайт зачем вопрос зачем ну и соответственно социальные ссылки все вот эти вот они хоть нам и нужны но туда тоже по идее уходит вес но есть специальные такие теги атрибуты но индекс это для яндекса и ноу фолу для гугла но бытует мнение что поисковики сейчас это видит но вроде как это уже не так работает то есть если по идее нам необходимо оставлять внешние ссылки такие как социальные сети необходимые для нашего сайта мы должны заключить эти внешние ссылки обранить наши ссылки атрибутами но индекс ноу фолу то есть как это сделать также будем рассматривать следующих уроках также в статьях возможно где-то в комментариях вы с каким-то другом у которого тоже есть сайт конечно если вы договорились отдавать такую ссылку до анкорную там ну вы оставляете ничего страшного но если вам нужно сослаться в статье на какой-то сайт но не хотите чтобы уходил вес лучше ссылку повесить в текстовом виде то есть чтобы она не была кликабельный то есть вы просто у ссылки убираете начал вот это http 2 слэша 2.2 слэша просто оставляйте как бы вот адрес да то есть чтобы это было в текстовом виде чтобы это не была ссылка тогда вес не будет уходить также вордпрессе есть но на мой взгляд очень противная штука в комментариях и как правило она так просто не отключается то есть смотрите если мы сейчас с вами перейдем на какую-нибудь вот статью здесь есть форма комментариев ну так как я сейчас авторизован то есть если мы зайдем на сайт как обычный пользователь то в комментариях вордпресс предусмотрено чтобы человек мог оставить ссылку на свой сайт и очень часто люди спамят комментариями левыми даже бывают комментарии вроде нормальный но на самом деле комментарий был написан нет для того что у вас там хорош такая статья да а просто хотят вот здесь вот вот сайт оставить левую ссылку вы конечно же можете сделать предмодерирование комментариев оставлять комментарии но при этом вычищать оттуда ссылки ну конечно мы можем залезть в код убрать это поле есть наверно же плагины которые убирают так что с этим будем также позже разбираться нам вот это поле ввода сайта да нам никак здесь это не нужно сегодня у нас урок получился больше даже про seo ссылочную перелинковку сайта то есть больше чем о wordpress но здесь нужно это как-то сочетать и в начале об этом мне нужно был вам рассказать чтобы вы ли не потеряли время и сделали сразу все правильно на этом давно урок я заканчиваю и жду вас следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedor васильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почты чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлена еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указано на сайте на моем федоровасильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручивайте страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь